Творчество Раисы Витановской в галерее Арт-Эль. Гобеленами автор занимается уже около 30 лет, а к живописи обратилась сравнительно недавно. Что получилось, видел Артур Туркин. Из всего своего большого творческого багажа Гобеленов Раиса Витановская привезла в Запорожье всего три. Говорит, мелодия на виолончели, осенний дождь и вечер в украинском селе уже побывали в Швейцарии. Намеки и недосказанность, свойственные жанру тканых картин, оказались понятны без учета географической прописки. Побывав в Европе, я поняла, что Украина очень красивая страна. И вот этот Гобелен навеян украинскими пейзажами. Сугробы и дым из шерстяных ниток, маки, нарцисс и единорог. Много изображений котов и рыб. Пока одни лежат на бабушкином коврике, другие пролетают над городом. Автор говорит, вдохновляет домашний любимец Мурик и древние символы. Похожий полусказочный мир, наполненный ожиданием чуда и в пейзажной части экспозиции. Правда, натурой для таких впечатлений служила в основном Италия. Или вот как в Даме с таксой на аллее, один из кантонов Швейцарии. Но за излучающими звездный свет деревьями становится не так уж важно, где встречать утро после дождя. Жизненная позиция такая, что художник должен нести позитив. И чтобы там в жизни художника не случалось, он должен дарить людям позитивные работы. Ну я стараюсь. Здесь, мне кажется, более декоративное направление. То есть это вот живопись декоративной направленности. Даже в какой-то степени есть прикладные элементы. То есть есть гобелены, есть картины, выполненные в смешанной технике. У нас вот в нашей галерее это нечасто. Вот работы в таком ключе происходят выставки. В Запорожье Раиса Витановская впервые. А вот с соседним Марганцем связаны детские воспоминания. Там жили бабушка с дедушкой. Сама понимает, назад уже не вернуться и даже не знает, жив ли тот фантастический сад из детства. Поэтому собирается искать вдохновение в путешествиях по Европе. Уверена, там его будет достаточно. До свидания. Продолжение следует...